Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Thundergrounds TV, и мы возвращаемся к вам с ревью, и сегодня мы будем обсуждать Херкин-Салвежеров, наших любимых дворфов и гномов. Но не будем опускаться низко, и сразу перейдем к представлению нашего сегодняшнего гостя, и это Сергей Enraged Oxygen, человек, который полез на амбразуру, по сути, пожертвовал своим психологическим здоровьем ради того, чтобы последний месяц играть на этой команде. И сегодня мы, наконец-то, с ним поговорим, обсудим вообще, что же делают дворфы в нынешнем мете, как они играют и вообще нафига их трогать. Сережа, привет! Всем привет! Я играю за гномов уже пятый или шестой месяц, после того, как пересел на них сорков. Это весьма интересная команда, и да, я действительно полез на амбразуру, потому что я хотел бросить себе вызов и понять, смогу ли я вытащить с дна эту команду. С очень низкого дна? Да, очень низкое дна. Да. Ну, собственно, мне кажется, ты отличных результатов добился, и не зря, не зря вот на команднике, в последней игре, где вылетели мы все, ты-то свою игру выиграл, правильно? Да. То есть о чем ты тут говоришь? Несмотря на это, это было меньше, чем то, на что я рассчитывал. Все, ладно. Завязываем с халамбуром. Да. И давай перейдем к вопросу, зачем же вообще играть на Херскин Селджер? Вот, у нас тут четыре пунктика, немного набралось, но мы побольше их раскроем. Первое. Гномы — это одна из команд в Q-тиме, которые наиболее всего передают фантазию игры за вот эту команду в геймплей. Многие команды могут не соответствовать на столе тому, как они описаны в лоре, но у гномов 100% совпадение. Это лучше, наиболее соответствую донарративному дизайну. У вас медленная команда, которая представляет из себя каток, не торопясь, продвигаясь по карте маленькими шажками и вынося все на своем пути. И забивая болт на всю ответную стрельбу. Если, конечно, там нету АП-2. Это команда, в которой каждый оперативник имеет огромное количество способностей, невероятный специалист. Третья — броня, которая позволяет им игнорировать стрельбу из самого распространенного профиля в игре 3-4. Они могут выдержать спокойно на себя несколько активаций обычного космонесатника с болтер-дисциплиной и даже не заметить его и пойти дальше. Возможность менять карту и террейн под свои нужды из-за того, что они могут поставить себе дополнительную баррикаду. И самое главное — сделать один из террейнов хэви. Любая руина, которая до этого не представлялась о никаких особенностях, кроме чуть-чуть защитить оперативника при продвижении вперед, теперь становится центром вашего бастиона, который весь окружен баррикадами, за которым сидит вся ваша команда в обскуре и расстреливает со всех подходящих врагов. Фантазия великолепная. И также это команда, которая позволяет бросить себе вызов понятия, умеете ли вы играть в Kill Team или вы просто прискакали куда-то там далеко в топы на что-то вроде командоса. Невозможно расслабиться на этой команде. Каждая активация висет за собой далеко идущие последствия из-за того, что в отличие от других команд, вы не можете выровнять себе позиционку в принципе. У вас есть 5 дюймов и каждый дюйм из этих 5 вы должны использовать на максимум. Вы не можете подчаржить на 8 и оказаться на домашней точке у противника. Вы на первом же ходу во время диплойки, поставив гнома, должны понять, где он окажется на третьем ходу, где он окажется на втором ходу и куда он будет следовать дальше. Потому что никогда вы не можете себе позволить гнома куда-то на центр ткнуть и такой, ладно, куда-нибудь дойдет. Он никогда никуда не дойдет. Да, слушай, это, наверное, на самом деле из интересного мы про многие команды, которые у нас обсуждаем, пишем, что они аутентичны, но это, наверное, показывает, что Kill Team в целом такой, что очень многие команды похожи на то, как они чувствуются, так они в принципе и играются. Но далеко не все, это правда, и поэтому именно у гномов это действительно на столе прям чувствуется, как вот играешь против Сережи, и видно, как он на тебя кладет град Шлокена после твоих мулов. Вот, и то есть у вас как бы в реале тоже возникает вот это вот ощущение того, что кто-то кого-то обидел. Вот, в основном же, мне кажется, да, это действительно такой довольно уникальный геймплей игры на почти элите из 10 тел. То есть если вам нравится как бы градостроительство всякие там, сим-сити вот это вот и так далее, то это вот возможность повлиять на стол без того, чтобы вас оштрафовал организатор турнира за то, что вы двигаете руин. Вот, собственно, поговорили зачем играть, теперь надо поговорить вообще о как играют дворфы, через какие сильные стороны. Вот, на самом деле вот первый пункт, я думаю, он уже очень такой спорный, но поэтому там есть уточнение в скобочках. Хорошая стрельба в скобочках под разгоном. Суть в том, что у гномов вот просто голая стрельба без приколов, она на самом деле очень странно слабая. То есть это типа болтер с п1 на 4 плюс, все. Если вы как бы просто посмотрите на профиль, он никого не впечатляет, он выглядит средненьким. То есть те же, тот же хотшот лазганка саркинов, который хотя бы подкручивается и тоже может иметь п1, выглядит гораздо сильнее. Однако у гномов есть куча способов абсолютно разных для того, чтобы эту стрельбу усилить. Во-первых, это, конечно же, грач токена. Грач токена это ваш способ нормала ставить в криты, и это на самом деле делает херовый ролл отличным роллом, который убьет. То есть, грубо говоря, нашли вы 2 нормала и 2 миса. Вы 2 нормала поставили в 2 крита, и уже оппоненту есть шанс ничего не посоветить и умереть. Если он там 8-мундовую модель или меньше. Потом, помимо грач токенов, у вас есть Proximity. Какая? Литл Proximity, она называется? Proximity Fireball. Ну, оно все одно. Все одно, да. Короче, вы в ближайшие 6 дюймов получаете плюс 1 к баллистику, и ваша стрельба на 4 плюс становится резко на 3 плюс. Уже гораздо приятнее. Причем там есть ребята, которые по базе на 3 плюс стреляют, они на 2 плюс становятся. Та же граната, до которой мы еще дойдем, это становится прям супер приятным. Супер приятным образцом. Помимо грач токенов и улучшения баллистик, у вас есть еще токен, который дает рероллы, токен, который дает no cover, ignore obscura. Плойка, которая дает стрельбюмы хот-обжектива, грач токены дополнительные. В общем, у вас есть способы улучшить свою стрельбу, сделать ее гораздо-гораздо сильнее. И в этом случае, если вы грамотно раскидываете свои токены, вешаете граджи и просто подходите в 6 дюймов, то у вас получается супер хорошая стрельба. То есть, наверное, не могу сказать, у кого на стольких больших моделях есть такая сильная стрельба в игре, у других камер. То есть, у вас буквально болтеры получаются лучше, чем у каких-нибудь фобосов. Если вы немножечко их разгоните, а это уже о многом говорит. Это как у вас 10, а фобосов 6. Вот, вторая сильная сторона, второй плюс команды перетекает из их сыва, по сути. Это то, что неслабо убиваем мы в стрельбу. Действительно, хоть 8 вунд это немного, но третий сэйф, он творит чудеса иногда, и вы можете переживать совсем уж страшные стрельбы, на самом деле. Получив лишь немного урона или вообще ничего не получив. И это делает сэлвежеров в чем-то похожем на навитаток. То есть, в том смысле, что навитаток, что гномов очень надо с опаской убивать в дальнем бою. Потому что очень часто вы просто не сможете это сделать. Я уже не говорю про чел из гранаты, который четвертый ФНП имеет от урона по площади. Это вообще смешно. Мужчина там в среднем имеет условно 15 фунтов, если у него бласт пролезает. Так что он почти никогда не умирает. Вот. Они слабо убиваемы в стрельбу. И при этом, вот третий пункт, это отличная для стрелковой команды ближний бой. То есть, если вы возьмете любую стрелковую команду, пассвайнеров, ветеран-гвардию, то вы увидите, что там милишников либо нет вообще, либо самый крутой милишник это суперсредний милишник в целом по палате. У сэллджер уже за счет ножей есть возможность почти всю команду, которая идет вперед, разогнать до хороших, уверенных милишников. Четыре атаки на 4+, 3,5 литл 5+, означает, что вы с большой долей вероятностью находите крит всегда. И в худшем случае, если вас чаржат убивать какой-нибудь милишник, тот же орк, вы ему выносите 5 урона в лицо. И это означает, что следующий гном его может подчаржить и внести еще 5 урона в лицо и убить. И тут даже скрэч не поможет. Конечно, надо понимать, что крит будет не всегда. 8,6% это не 100%. Но, однако, чаще всего вы очень неплохо себя чувствуете в том смысле, что вы даете задачу каждый раз, когда умираете. В отличие от гвардейца или пассвайдера, который в лучшем случае 2 урона в ответ нанесет. Четвертый пункт это, знаете, такая вот философская позиция, что ни мне нехорошо, ни врагу нехорошо. Гномы сами никуда не доходят. Это у них нет приколов на форвард деплой. И вот с недавним изменением локатора, наконец-то, наконец-то нормально стал работать этот блок на передвижение до игры. И он действительно начал блокировать все, что происходит до первого хода. То есть это снеги-гиты, это шы, это нтд-бриджи и так далее. Все это теперь не работает против гномов, если он берет локатора. А спойлер, вы локатора теперь всегда берете. Ну, кстати, рекондаш тоже не работает. И это в чем-то ставит вас в более-менее равную позицию с оппонентом. Из интересного, иногда то, что вы запретите форвард деплой оппоненту, сильнее сломает его игру, чем то, что у вас не очень хороший мув. Потому что, ну вот, играю я, например, на ветеран-гвардии, там, не знаю, 200 игр. И в 199 из них у меня есть этот гребаный тд-бридж в самом начале игры. Я уже просто не могу играть по-другому. И тут приходит дворф и говорит, сори, ты никуда не дэшишься. И мне резко нужно перестроиться на совсем другой геймплей. У меня начинают там модели не доходить, я ничего не сетаплю и так далее. Становится тяжело просто. Также тяжело становится орку, которому резко приходится один из моделей где-то совать в деплойке. Без возможности их дэшить вперед. И там можно уже и на какой-нибудь неприятный прострел найти. Точнее, выйти. Так что запрет на все движения до начала игры. Это суперсильный баф, который гномы получили недавно. И он их значительно поднял. Снизу поднял. Ох. Да. Защитный геймплей. Это на самом деле то, что вы можете увидеть на... А нет, не можете увидеть, потому что, по-моему, я не стримил игры Сережи. В команде. Ну, в общем, как был... Как выглядел план гномов на игру? Это Сережа смотрит на карту и примерно раскидывает ситуацию так, как расставить 10 моделей, чтобы их никто никогда не подчарживал. Тут типа хэви баррикады, тут баррикады, тут дверь заблочена моделью и все. Я стою на трех точках, до конца игры ты мне ничего не делаешь. И этот защитный геймплей, он, во-первых, очень уникальный. То есть нет команд, которые играют так же в киллтеме вообще. А во-вторых, он интересен. Интересен, потому что далеко не всем нравится агрессия, как стиль игры. И гномы предлагают вам супер возможности для того, чтобы играть вот этот защитный бункер. То есть вы ставите просто крутую позиционку, отжимаете себе половину карты при точке и смотрите, что оппонент будет придумывать. Опять, вы как бы заставляете своего оппонента придумывать ответ на вашу стратегию. Это всегда хорошо, потому что оппонент может ошибиться, не рассчитать и вы получите преимущество, по сути, с чистого места. Так что защитный геймплей, это круто. Это не всегда работает, это сильно зависит от карты, но мы к этому еще вернемся. Вот. Ну и крутые специалисты, это уже Сережа об этом сказал. У вас у каждого специалиста на датакарточке там по 2-3 обилки, половину которых надо использовать. Половина стоит АПЛ, просто автоматом в стратегике работает и так далее. То есть у вас, по сути, нет бомжей вообще, у вас всегда не хватает слотов на всех, и вы всегда поэтому думаете над тем, кого взять. И это круто, особенно на фоне последних релизов ГВ, где они, ну, те же Мандрейки, сколько там, 4, по-моему, бомжа самых обычных находятся в команде. И вы ничего с этим не можете сделать, то есть у вас просто не хватает уникальных моделей. Ти же скауты, например. Ну, короче, ГВ почему-то в последнее время довольно часто выпускает команды, у которых специалистов именно не хватает. Но гномы тут наоборот, у них даже с избытком всегда хочется взять всех, а все не помещаются. Но об этом мы поговорим в слайдеры сборок команд. Вот. Что, Сереж, есть что-нибудь тебе добавить? Да, в принципе, все было сказано очень верно. Единственное, что по первому пункту, у них действительно одна из лучших, скажем, одна из лучших стрельб, в принципе, во всей игре. Бесмотря на то, что средний профиль гнома, ну, откровенно говоря, так себе. Но она также самая предсказуемая во всей игре, потому что вы заранее говорите, я сюда вожу атак токен, я сюда вожу токен локатора, вот я на вот этого парня очень сильно обиделся в твоей команде. И оппонент уже понимает, что вот на этом фланге, скорее всего, будет миссивого. И здесь, опять же, вы должны, чтобы эту хорошую стрельбу использовать, играть в очень грамотную позиционку. Иначе вы будете вынуждены стрелять всю игру на 4+, без рерровов. И, может быть, с обидой, и то после того, как вам убьют одного из гномов, что очень тяжело. Запрет на форвардеплой — это самый важный пункт здесь в игре, потому что, действительно, у многих оппонентов просто ломается мозг. То, что как это я начинаю игру у себя в деплой и не на середине карты? Да какого хрена? Нельзя так просто со мной поступать. И вы просто опускаете его до своего уровня, гномского, и там уже давите опытом. Потому что вы тоже привыкли никуда не доходить. Опускаем на свой уровень что-то новое. Да, да. Ой, а вот слабые стороны я, пожалуй, бы пересказал все сам, потому что мне есть... Ой, как много всего сказать здесь. После четырех месяцев игры на гномах я уже прошел через столько всего, и мне просто хочется высказаться. Несмотря на все хорошие стороны, то, что вы действительно можете рассчитывать на то, что вас не убьют в стрельбу, выездить гномов вперед, пострелять там из баррикады, с ковра и принимать в себя стрельбу по иной вражеской команды, вы все еще не космический десантник, и вас достаточно легко убить. У вас, так, уже на следующем слайде, ужасно низкая мобильность. Вы даже не представляете, насколько тяжело после игры за всех остальных команд чаржить на 8. Ой, фу, чаржить на 6. Все чаржат на 8. Гномы чаржат на 6. Это ужасно, вы не можете просто дойти до точек врага. Обычно вы доходите до враговских точек, либо через какой-нибудь мув за стратагему, либо чаржа на 8. Оказываясь у него в диплойке, и там, не сражаясь в ближнем бою, ускорите, допустим, его объективы. Гномы не могут это так сделать. И также из-за этой низкой мобильности очень плохо выстраивается диаграмма радиусов угроз. У обычного гнома без применения плоек есть радиус угрозы 7. То есть пройти на 5 и пострелять в 2 дюймах кому-то без ковра. Либо почаржить на 6 и в 1 дюйме встать. То есть стандартный гном на 7 дюймов угрожает всему, что находится вокруг него. У всех остальных команд, если это рукопашная команда, у них радиус угрозы 9, если стрюковая команда 8. То есть без хорошего и отличного позиционирования вы всегда будете играть только реакционно. Гномы играют от защиты и от реакции не потому, что они так любят и команда через это играет крайне сильно. Пускай и на это есть действительно у них инструменты. А потому что они просто не могут в агрессию. Всегда, если оппонент захочет, он не даст нам сделать агрессивные действия. Кроме больше одного захода. Потому что у вас есть великолепная плойка НССА-вотчинг, на нас смотрят предки. По взглядам предков гномы начинают действовать быстрее и могут бесплатно пострелять или подраться. Таким образом вы можете увеличить радиус угрозы одного из гномов до 10 дюймов. И таким образом перебивать чержи и перебивать мув, шут от всех других оперативников. Но вы можете так делать не более одного раза заход и двух раз заход, если вы расходите кого-то плюс АПЛ. И как раз таки основная сложность игры из-за гномов в том, чтобы как можно меньше дать оппоненту возможностей размениваться с вами в одностороннем порядке. Что он подошел, пострелял первый всегда, он бросает больше кубов, чем вы. Вы должны как можно меньше таких возможностей предоставить. И как раз таки один-два раза заход агрессивно сами разменяться с помощью плойки на предках или с помощью плюс АПЛ. Потом у гномов еще есть слабость, которая даже не зависит от самой команды. Это вот второй пункт, они очень зависимы от карты. Зависимы от карты не потому, что у них там мало инструментов для взаимодействия с ней, или потому что она мешает им как-то двигаться. Это все исправляется лопатами, это все исправляется тем, что делаешь хэви. Тут мета-слабость. Потому что как у нас поступает обычный человек, когда он дизайнит карту. Ну так, здесь у меня стоит чел, он пройдет на 6 дюймов, встанет сюда в ковер. Тут неплохая, в принципе, позиция. Тут он может подчаржить на 8, угрожать вот этой позиции. Я все рассчитал. Приходят гномы на эту карту, такие, блядь, у нас пятый мув. До этого ковра я не дохожу, сюда я не дохожу, до этой точки я не дохожу, до домашней точки я не дохожу. На ИТД это великолепно видно. Потому что на ИТД абсолютно все проходы, которые ведут к точке, допустим, вы начинаете с айдеплойки, перед вами дверь и за ней точка. За 6 дюймов вы можете оказаться по другой стороне двери, за 5 вы застреваете в двери и вам нужно мув дэшиться для того, чтобы забрать свою домашнюю точку. И это не ограничивается ИТД. Открытые карты все точно такие же. Все рассчитано под 6 дюймов, все рассчитано под 8 чарж и вам придется выкручиваться, заверачивать себя в бублик, чтобы играть на обычных картах, на которые остальные команды чувствуют себя просто великолепно. Это также, что это еще больше увеличивает их сложность позиционирования, что многие стандартные приемы, допустим, как на ИТД встали в большой комнате, у входа в большую квадратную комнату. Вы знаете, что если вы по чаржите на 8 дюймов и дойдете до двери на другом конце этой комнаты, гномы до нее никогда не дойдут, потому что у них чарж на 6. Вы можете только угрожать точки и опять же у вас получается односторонняя агрессия от противника. Это также еще выражается в том, что гномов не любят дизайнеры от самого ГВ. То бафа локатора это было совершенно чудовищно. У вас есть объективы на центрлайне, на 6 дюймов до них можно дойти, за 5 дюймов на них нельзя дойти. Вы тратите либо плюсы ПЛ, либо вы тратите активацию лагеря, либо вынуждены рисковать джампакером для того, чтобы заскорить хотя бы 3-3 на первый ход, а хотя враг просто говорит, ну окей, я into the bridge, я активирую monkey, я делаю ш, и вот я внезапно увижу на центрлайне, и у меня еще есть одно действие, чтобы порвать тебе лицо. Что ты мне сделаешь? Ну ничего ты ему не сделаешь. Хотя бы после бафа локатора у вас теперь есть способы бороться за центральные точки, но это все еще требует от вас определенного усилия при расстановке своих гномов, чтобы у вас несколько оперативников, которые могут дойти до центральных точек и поскорить их, были на местах. Нестабильность требовала дальше 6, об этом очень много можно сожалеть, но вот поставили атак токены, выставили всем обиды, и враг просто взял и не стал драться на том планке. И вы вынуждены стрелять 4 плюс болтерами с реровом единичек или с п1, и это очень и очень грустно. Особенно это грустно, когда вынуждены так стрелять одним из своих ганнеров, вы вылетаете своей плазмой и внезапно понимаете, что у вас офигенный стрелковый гном с кучей различных инструментов по наведению, шлеме стреляет хуже, чем чертов гвардеец, потому что это 4 плюс без реровов, а гвардеец достаточно стреляет на 4 плюс реровом единичек, просто если на него поорет какой-то чел в очень красивой фуражке. Это очень тяжело. Потом сложно вметь имели бомжей. Да, у вас есть третий сейф, это охрененно. Вы практически космический дизайнник, только в рукопашную бою плевать, какой у вас сейф, у вас все еще 8 хп, и вы складываетесь там-то пополам, как ветхая солома. Конечно, отгрызете оппоненту кусок леса, прежде чем героически сдохнуть, потому что большинство гномов, которые будут чаржить, будут ножи. Но это все еще нивелируется. То, с чего, по идее, должна играть эта команда, это то, что вы крайне живучие парни, крепко сложные, с третьим сейфом. В рукопашке вы ничем не отличаетесь от гвардей со 7 хп, потому что сам распространенный профиль 4 атаки, 3 плюс 4, 5, в рукопашке разрывает гномов просто на молекулы. И также это выражается еще в дальнем бою. Некоторых команд огромное засилье профилей 4 атаки, 3 плюс 4, 5, ап 1 в стрелковке. И это, опять же, если это оружие попадет под вам всем, или там тремя атаками, и вы зафейлите один сейф, все, паркогном. Никакая тебе 3 плюс броня не помогла. Ты точно так же удаляешься с игры, и у тебя нет шансов не особо больше выжить, чем у бомжа в пятом сейфе. И после всего этого еще самая такая неочевидная проблема с первого взгляда, что очень тяжело жертвовать оперативниками. Очень часто в киотиме нужно посмотреть на свою команду, понять, кто из них меньше всего тебе нравится, и повести его на центральную точку, чтобы он разыскорил и сдох. У гномов таких оперативников просто нет, кроме, может быть, Дозера, но об этом попозже. Каждый оперативник вашей команды исполняет очень-очень и очень важную роль. Лагерь — это единственный оперативник, который там скорит точки врага. Джампакер летает по карте, скорит точки врага. Когнитарда раздает реролы. Тан раздает обиды. Ганеры стреляют. И кто из них должен пойти и умереть ради Виктори Пайнта? Это очень сложное решение, которое можно учиться принимать только спустя десятку где-то игр на гномах. Вы должны отчетливо понимать, чего вы лишаетесь, когда даете какому-то гному на растерзание врагу. И это тоже одна из самых тяжелых частей игры за гномов. Ну, про слабые стороны я, в принципе, все сказал, если есть чем-то помнить. Слушай, ну прям высказался, высказался. Из души достал все вот эти вот обиды, которые, да, за пять месяцев наболело. Слушай, ну да, как будто получается, что у гномов слабых сторон больше. Но на самом деле вот если разговаривать в общем, мне кажется, что гномы — это пока самая слабая команда, на которой мы делали ревью. И поэтому тоже вот интересно посмотреть, что же все-таки... Как же все-таки не какой-то вот типа топ-А или С-тир, а вот ребята, которые... Ну вот, не знаю, кстати, по тиру я бы все-таки где-то между Б и А-тиром поставил бы сейчас, после последнего бафа. Ты что думаешь? Я бы сказал, что они так низ Б-тира. У них есть очень выгодное отличие от других дно команд «Привет, арбитры, привет, круты» тем, что у, допустим, тех же арбитров и крутов у них нет стат и нет инструментов, чтобы сражаться с командами из более высоких тиров. У гномов есть инструменты для того, чтобы оппонента, ну, опять опускать для своего уровня. Они могут с помощью очень искусственного применения опилок своих... на своей армии специалистов, создавать ситуации, выгодные для себя на столе, и если к ним прикладывать много усилий, они внезапно пустятся до... где-то донышка А-тира и верха Б-тира. Но скакнуть выше своей головы не позволяет рост, и ВС или ТПА я не думаю, что скоро их увидим. В общем, если вы хотите играть на гномах, от них куча слабых сторон, но искусственной игрой вы можете из них выжить максимум. А что не сказать об арбитрах и крутох, где как хорошо ты не играй, у тебя все равно... Ну, просто нет инструментов для того, чтобы переехать Филгоров. Ну, и не появятся, пока их не бафнут. Или Филгоров не удалят из игры? Ну, может быть так, все оправдываются. Мимус. Да, действительно, вот у гномов куча ограничений, но при этом и куча инструментов. То есть тут вопрос в том, как вы, обладая огромным вот этим вот инструментарием, сможете... перерасти, перерасти ограничения и выдачи все равно игру. На тебе уже три обиды висит. Да. Ты ноль раз попадешь просто. У кого было? Ставься, ставься. Пишите в комментариях, у кого было. Итак, как раз для того, чтобы помочь храбрым игрокам на гномах побеждать, у нас вот следующий слайдик, это сетапы команды. Поговорим о сборке немного, потому что, к сожалению или к счастью, у вас почти всегда она одинаковая. Вы берете всех оперативников, всех специалистов, кроме медика и Дозера. И, блин, ну вот я прям, не знаю, мне прям Дозер очень нравится. Неужели прям вообще нет для него места? О, Дозер отличный оперативник, но не на открытой карте. Он офигенен на ИТД, ему много времени, и на ИТД, на мой взгляд, после долгих игр на гномах, он даже ценнее, чем ганнер. Хотя для других команд это вообще не слышно, оставить ганнера доба. Но на ИТД Дозер чувствует себя как дома. И его короткие ножки с шестым чердером могут позволить ему там стоять у двери и охранять какую-то либо комнату, и также забивать оперативников вражеских дверей и не давать всей вражеской команде пройти, фактически в одиночку выигрывая фланг. Там он молодец. Но на открытой карте, к сожалению, есть намного более крутые парни, которых вы стоите взять. И просто не остается места для Дозера. У вас должны быть три ганнера, у вас должен быть лагерь для эквипа, у вас должен быть локатор для игнора обскуры и остановки форвардеплоя. У вас должны быть все эти оперативники, ну, некуда его вместить. Он крут, так же, как и крут медик. Но все остальные гномы нужны, чтобы команда работала, а Дозера ты берешь как приятный бонус. Да. Я тоже смотрю на их оперативников и реально. То есть когнитарте нужен для рерола, кинлинг для АПЛ, джампайкер, потому что он единственный доходит до точек. Ну, естественно, три ганнера это просто для того, чтобы урон вносить. Ну и, соответственно, тейн, потому что без него никак. Получается, что да. Ну вот, то есть, если брать вместо ганнера, то вместо какого? Это вместо роторки на ИТД, потому что многие карты ИТД крайне закрыты, и роторка, пускай она игнорит обскор, и у нее немножко расширенный, скажем так, line of fire, куда она может стрелять. Но это все еще всего 3 дюйма передвижения, и так очень немобильные команды. И там можно роторку оставить дома, потому что, скорее всего, она будет на домашней точке стоять и смотреть в стену. Тем более локатор уже позволяет игнорить обскор, если уж так сильно захочется. То есть роторка потеряла свою ценность тем, что это единственный источник игнора обскора. Теперь эту функцию выполняет локатор, который вы практически всегда берете. Поэтому можно оставить роторку дома, взять дозера и делать с ней прикольные камбуки, и защищать комнату. Там же, получается, ты можешь почаржить, стукнуть, дочаржить, и за консенсор еще и подфайтиться. Об этом еще поговорим в уловках. Потому что файтиться как раз-таки там далеко не обязательно. Ну да, да. Вот, по сборке мы обсудили. Базовый крип у вас много очков благодаря лагеру, но, как я понимаю, две лопаты это must have, просто для того, чтобы вы хотя бы могли по карте передвигаться. В худшем случае вы просто копаете свои же баррикады, чтобы вам они не мешали. Пять ножей на ребят, которые идут вперед. Ну, кстати, потом надо будет твой комментарий по поводу того, на кого же все-таки их класть. Веревка. Веревка, видимо, для ганера, который залезет наверх и будет оттуда что-нибудь делать. Как бы ты вообще... На кого все-таки ножи класть? Ножи кладутся обязательно на локатора, который один из жертвенных относительно оперативников, на лагера, который пойдет вперед драться, на ганера с бимером, который обязательно залетит куда-то во вражеский теплой с мув дыша и сделает бим через всю вражескую команду, и чтобы потом ему не отъехать от рукопашки, ему нужен нож. Ну, или хотя бы отомстить своему обидчугу, прежде чем его растворят очередной челкой. Это лагер... С ладж-хаймером, с ладж-хаймером. Уже мы в другую реальность. Ой, да, да, простите, да. Веревка в будущее переместились. Потом это вот так вот бимер, когнитар, локатор, лагер и часто кренадер. Ножи нужны для тех, кто пойдет вперед, а это все вышеперечисленные, и также они нужны еще этим оперативникам для того, чтобы у вас, если враг подставится, допустим, стоит какой-нибудь раненый чел, который убил только что одного из ваших гномов, из-за плойки на бесплатный файт или шут у вас любой из этих гномов может почаржить, добить кого-то ножом, и еще пострелять из своей крутой АП-шной пушки. И из-за вот этой возможности, двойного убийства, ножи нет крайней цены для этой команды, даже если враг не то чтобы очень хорош в рукопашке. Веревка, да, она нужна для ганнера, который, скорее всего, останется где-то позади. Это обычно ракета, чтобы враг такой окей, на ракете у него есть веревка, он, скорее всего, залезет на вантажку где-то у себя в диплое, постреляет по мне, и забесплатно потом залезет за дэш, я ему даже не отвечу, чтобы он не слишком нагло двигался по карте вперед и не кучковался. Вынудить врага чуть-чуть не так агрессивно продвигаться по карте, что вы могли занять более выгодные позиции. Я, как игрок, очень ценю бласт, даже не за то, что им можно расследовать кучу моделей, а за то, что он заставляет врага волноваться о том, что у тебя есть бласт. И этого зачастую хватает для того, чтобы ракета себя окупила на первый ход. Просто стоять и угрыжать. Ножи — это самый важный ваш экреп. Ну, пускай и выглядит, как будто лопата намного важнее, лопаты... Но лопаты мы берем всего две, а ножей — пять. Зачем нужны лопаты? Лопаты — это уравнивывка маневренности вас и оппонента. Баррикады можно полностью перекрыть лопатой, потому что они ровно два дюйма в ширину, лопата как раз-таки два дюйма и покрывает своим радиусом работы. Гном, стоя за баррикадой, может продвинуться на пять без каких-то либо проблем, особенно если баррикада стоит где-то в двери, а врагу приходится оплатить за траверс минус два. И вот, опа, вы уже на равных условиях. Что он чаржит на шесть через траверсу? Ты чаржишь на шесть через траверс. Что тебе нужно пройти там на пять, чтобы пострелять без ковра? Что ему нужно с траверсом пройти на четыре и пострелять? Это отличный инструмент для того, чтобы на фланге, на котором вы видите, что вам нужно побольше мобильности, закинуть туда свою баррикаду, перекрытие проход и кинуть туда лопату, создав полностью одностороннюю линию движения, на которой внезапно у гнома больше мобильности, чем у врага. Лопаты, даже если кажется, что не нужны на этой карте, берите абсолютно всегда. Это как с баррикадами, которые люди ставят в угол карты, всегда жалеют. Вот лопаты тоже нужно брать всегда. Бить себя палками, заставлять можно даже больше два патт брать, чем две. Они самая важная часть эквипа у гномов. Конечно же, наравне даже с ножами. Потом, самый базовый вариант это две лопаты, пять ножей и веревка. Это ровно 15 очков эквипа. Второй вариант, если у врага очень-очень много АП какого-то агрессивного оружия, куча ганнеров, либо у всех, в принципе, в команде АП оружия, можно взять инвуль на тана. Таном вы все равно никогда не будете рисковать. И вполне нормальная ситуация, что он стоит какой-то там в лосблочном тирене у вас в деплойке. Курит первые два хода, как обычно, и раздает в трех дюймах за стену четвертый инвуль гномусом, который стоит чуть впереди, и там под дефенс токеном сидят, ловят в себя АП выстрелы и тихо посмеиваются. Тут можно заметить, что я вообще не поместил калибраторы на этот экран. Калибраторы — это такой очень опциональный, вроде бы приятный эквип, тем, что у вас не может уменьшаться баллистик от стрельбы. Но профиль у гномов складывается так, что они очень редко бывают ранеными, потому что гномы обычно либо сносят сразу нахрен с карты, либо он остается в пяти, в четырех лундах, что не является для восьми хп ранений. Калибраторы, вот тут я и написал 0.2 веревки калибратора, что их стоит брать на ИДД для того, чтобы ставить своих ганнеров в гард в каком-нибудь из проходов, и особенно если вас аутоктивируют, это может очень пригодиться, чтобы по полному баллистику пострелять с оверлотча по какому-нибудь наглой оружию, которая влетела в комнату. И также можно закинуть его, мало ли, если вы играете с медиком, в очень-очень редких матчапах, где медик пригождается, на цель, которую будет вылечивать медик, выведете калибратор, чтобы гном в одном хп стрелял по своему родному четвертому или третьему в шести баллистику, а не на ущербном совершенно 5+. Вот это все, что могу сказать по базовому эквипу. Там, кстати, еще где-то была граната у них в эквипе, но мы это просто шутка, мы не рассматриваем. У нас есть гренадер. Ну хотя вот я знаю, что у тебя поскальзывает иногда безумная идея в голове не брать гренадера, чтобы закинуть эту гребаную фрагу на джампайкера и просто прилететь в диплойку к оппоненту и сказать «Здравствуй, как дела?» Но никому не рекомендую. Не делай. Никогда. Это одна из тех мыслей, которые ты когда... Поглубже, да. У глубокий перед сном она всегда ходит в голову, но забываешь ее потом, как страшный сон. Нет. Только чтобы пофлексить. Вот. Задача гномов на первый ход, это, как уже, думаю, вы поняли по плюсам и минусам команды, это... Вот если вы отыграете 3-3 и не потеряете никого, ну просто я, типа, жму вам руку, вы супер гном. Гига гном. Вы, возможно, самый высокий из гномов. Вот так. Да. То есть, суть там, у вас не стоит никогда задачи агрессировать, задавать свой темп игры. Вы вообще играете не так. Вы играете для того, чтобы до начала игры сделать свой бункер, на первый ход этот бункер занять, в идеале не потерять чела от краки, который все попадет, а ты просто умираешь. И если вы сыграете еще и 3-3, то, ну, у вас первый ход удался. То есть, безопасные позиции ближе к центру стола, которые позволят вам на второй ход хотя бы угрожать центру стола. Может быть, чуть дальше центру стола. Мы не говорим про точки домашние, вражеские. Но, типа, 3-3, это прям супер круто. Иногда против сильного оппонента придется отдавать 2-4. Ну и это нормально, если вы сетапитесь хорошо и не отдаете оперативников. Да, все верно. Гномы, в принципе, играют с очень равную игру и должны вцепиться зубами в это 3-3 и никогда не отпускать. У вас есть, пускай и тяжело выполняемые, но достаточно стабильные вторички. Если игра не превращается в какой-то дикий стом со стороны оппонента, вы можете рассчитывать на то, что на вторичках вы как минимум 2 из них достаточно просто замаксите. И эта игра в 3-3 за счет отличных вторичек вы можете навязывать оппоненту такую очень близкую игру, в которой гномы из того, что у них есть парочка агрессивных плей в каждый ход, вы можете потихоньку размениваться в свою пользу и, может быть, потом каким-нибудь бешеным джампакером заскорить домашнюю точку оппонента на 4-й ход и сыграть 4-2. Но самое главное, просто думайте о 3-3, не лезьте вперед, потому что если вы полезете вперед, вас съедят. Сидим в бункере, играем 3-3. И как раз таки вот стоит поговорить об окопах, которые гномы берут. Я заметил, что такую странную деталь у них в архетипах написан рекон. Я ни разу не встречал более жестокой шутки от ГВ. Они, конечно, бывают, любят шутить и очень злобно над своими игроками, но рекону гномов это практически плевок в лицо. Нужна идеальная карта, чтобы заскорить рекон, чтобы положить нужный айтем, чтобы гномусы могли пройти куда-то вперед, потому что рекон это вторички про то, что вы двигаетесь по карте. И эти вторички у нас у кого? У самой медленной и неповоротливой команды во всей чертовой игре. Это ужасно. Поэтому если карта прям не идеальная, что вы можете положить куда-то там айтем, пролететь туда джампакером, и его никто никаким образом не тронет на первый ход или может быть даже на второй, и на одном из фангов вы можете продавить и заскорить там какой-нибудь чертов сержфорвард, даже не думайте, забудьте о реконе. И также о том, что вантажки поскорить, ой нет, у вас всего один оперативник может выполнять рекон. Это джампакер, остальные гномы не способны в принципе выполнять рекон. И если джампакер умирает, фигак, вы остались совершенно без старичек, потому что остальные гномы физически не способны их выполнять. Поэтому мы стабильнее играть всегда в секьюрити. У гномов есть три вторички, которые они могут выбрать по расе, но мы берем одну из них, это с этого градус, потому что она фактически себя автоскорит. Суть этой вторички в том, что вы должны убивать по одному вражескому оперативнику, на котором есть обида в ход. Убили одного такого оперативника в этом ходу, этот ход засчитывается вам, дается за него токен, сделали так три раза, получили два очка. Эта вторичка авто выполняется за исключением двух случаев. Если убили всех гномов и вам просто некому неким убивать вражеских оперативников, ну вы эту игру и так уже проиграли. И если вражеские оперативники просто закончились, ну в эту игру уже и так выиграли. Во всех остальных случаях это автоскор на два очка. И потом у нас идут идёт мешанина из секьюрити, самая важная из них и стоит на первом месте здесь, это сис граунд. Сис граунд очень элементарно волняется гномами из-за того, что вы можете поставить свою баррикаду в очень выгодной для вас позиции и сделать её хэви и потом выбрать её целью сис граунда. Это невероятно просто в исполнении, потому что вы и так будете сидеть в своём бастионе всю игру и скорить 3-3 и потом только на четвёртый ход чуть-чуть поползёте вперёд, чтобы возможно сбросить врага с центральных обжектив или может быть каким-то чудом дойти до его домашних точек. Но у вас всё равно останется несколько гномов позади, которые встанут вокруг этой баррикады и заскорят её на два очка без каких-то левых проблем. А врагу до неё добраться крайне и крайне тяжело. И вот дальше уже настала череда непростых выходить на центр. Поэтому если вы можете брать Protect Assets, в основном это если какой-нибудь Capture или вы играете против 2-хпл команды на каком-нибудь секьюри или нуте, возьмите уже Protect Assets, потому что он также легко выполняется вместе с Settle Graduates. Вы идёте на точки и убиваете людей, которые возможно убили какого-то гнома, который эту точку контроля вы его убили с обедой и себе Protect Assets легко взять Secure Center Line, центром которого всё что угодно у элиты всё равно шансов противогнов нет. Ну, кроме Phobos. А, кроме Phobos наутие единственное исключение. Phobos наутие это попугай детей страшилки на ночь Phobos наутие. Ну да, приходит к тебе проскакивает сальтом через твой бастион, Phobos чуть-чуть влево-вправо рассталкивает, скорит домашнюю точку наутие и всё. Ничего ты делать не можешь, потому что до центра ты просто не доходишь, до его домашних не доходишь. Очень грустно играть против оббасов наутие. Но пути-то capture или secure без проблем. Вот что под окопом. Seattle Graduates, Seas Ground, Protect Assets, ваш стандартный набор Protect Assets заменяется на Secure Centerline или Central Control в зависимости от миссии и вашего противника. Супер информативно, но я тебе не разрешаю перестать говорить, потому что следующий слайд это уловки. И тут лучше тебя это, конечно, никто не расскажет. Хорошо, теперь тогда перейдём к уловкам. Вот это всё, вокруг чего строятся гномы. И у гномов есть одна невероятная уловка, которая не упомянула на этом слайде, но она, потому что более мета уловка, она заключается в том, что на гномах никто не умеет играть и никто на них не играет. поэтому всё, что вы делаете на столе, огромный шанс, что оппонент видит в первый раз и не знает, как с этим справиться и на это вообще не планировал. Это то, почему меня вообще занимало хоть какие-то места, на мой взгляд, потому что, ну, люди не привыкли к тому, что гномы внезапно куда-то пробиваются вверх и привождают филгоров, всяких командосов и прочей ерунды, а тут фига гномы и что с ними вообще делать, а практиковаться даже не с кем. Ну и самая важная уловка у гномов это utility граната гренадёра. Не пропускайте вот эту способность utility гранату, потому что у многих других команд ваш гренадёр это просто тело, у которого есть весь indirect и кейп, который у вас есть в команде, просто в одном месте, он идёт вперёд, кидает гранату, дохнет. Нет, это не тот случай, это команда, образрующее предприятие. Это utility граната, это то, что позволяет вам играть спокойно на 3-3 первый ход, потому что один из её режимов это микронская мина на стероидах, ну раньше это просто микронская мина, теперь это супер микронская мина, потому что она плевать хотела на всякие минимумы передвижения у врагов, приходит гном, выходит чуть-чуть вперёд, в консиле кидает от граната на центральную точку и ты теперь там двигаешься на 4 обычным мувом и на 1 дышом. На большинстве карт это достаточно для того, чтобы оппонент либо вообще не мог дойти до центральной точки, либо не мог дойти до неё за одно действие. И в случае, если вы не можете дать АПЛ на этом фланге своему оперативнику, то вы уже просто физически не можете взять эту точку и гном может не торопясь в своём ритме, когда захочет её себе присвоить. Если даже у врага хватает оттуда дойти мува, у и телеграната есть второй режим. То, что в 3 дюймах от этого токена, который вы кладёте при том, внимание, кладёте без визива, без каких-то либо там требований, просто в 6 дюймах в любом месте от генадёра выбирается точка, туда кладётся этот токен, в 3 дюймах всё эффектит. Второй режим удорожает все мишен-экшены на 1 АПЛ. Это теперь значит, что если враг, допустим, до точки доходил только смыв дыша и рассчитывал её взять за 3 АПЛ, он этого сделать не сможет, если у него нет каких-то фреймишен-экшенов или он не может ещё как-то себя разогнать. 2 АПЛ-дым бомжам вообще никаких теперь нет шансов в эту точку взять, если это не капчур. Вот тоже опять элементарно обламывайте секьюр, элементарно обламывайте лут. И также самое важное, я вам уже говорил, что игра за гномов, она в принципе, мы слабая команда по манёвренности тоже, и у нас есть куча инструментов для того, чтобы вот тебе, мой оппонент, тоже обосрать игру, и ты будешь такой же слабый, как ты, но у меня-то куча опытов в таком существовании, а ты к такому хрене не привык. И утилизи граната как раз-таки на второй ход выполняет это действие. Идеальный ход для гномов, это вы на втором ходу выигрываете инициативу, активируете гренадёра, он идёт на пять, кидает в кого-то свою C8HX гранату, также известную в простонародье как секс-граната, сносит лицо какому-нибудь важному специалисту за плойку НСС-а-вочинг, и потом кидает утилити гранату в вражескую толпу. Внезапно все угрозы, все какие-то планы, которые враг задумал на этот ход, они ломаются, потому что у него все теперь двигаются на четыре, молдэшатся на пять и чаржат на шесть. Вы выигрываете фланг, просто кинув, убив какого-нибудь спеца гранаты индиректовой и четырём человеком просто откручив ноги. Ещё у гранаты есть мифический третий режим, который делает раньше у всех пушек на шесть. Не знаю, кто об этом говорит, это возможно какие-то слухи, но я лично такого за свои там 50-60 или там 80 хрен знает игр на гномах ещё ни разу не видел. Нет такого профиля, по-моему. Ты что-то путаешь. Ну, это ошибка какая-то, скорее всего, была в рульбуке. Не знаю, о чём идёт речь. Потом, второе, распределение обид. Очень часто есть соблазн кинуть обиду за Тана на самого опасного уражеского оперативника. Какой-нибудь стоит Старшторм Дуэлист у Корсаров кидаем на него обиду. Стоит какой-нибудь офигенный ганнер у ВТГ кидаем на него обиду. Но это неправильно, потому что враг и так будет очень хорошо прятать этих оперативников от вашей стрельбы. Просто пострелять по нему не получится, скорее всего. Получится по нему пострелять только когда он выйдет и сбреет какого-нибудь гнома со стола плазмой. Поэтому на таких оперативников лучше не вешать обиды, а они и так себе их сами заработают. Лучше распределять их либо по оперативникам, которые пойдут на центр скорой точки, чтобы можно было элементарно заскорить с этого градус и немножко уменьшить количество вражеских тел. Либо на оперативников, которые выйдут вперед, но не имеют гарантированного шанса заскорить себе обиду. В общем, думайте о том, распределите вражеских противников на тех, кто обиды заслужит себе сами, убив гнома, и на тех, кому эти обиды нужно довесить ручную за тана. Единственное исключение это какой-нибудь хрономансер у Микрон, потому что для того, чтобы убить эту сволочь, нужен не один крик, и это самая важная модель в их команде, поэтому в принципе на него можно повесить обиду, несмотря на то, что он заработал себе еще одну сам, с двумя обидами его можно в принципе снести за одну стрельбу, накидав с гренадера 4 крита. Гарантирован this is ground я уже упоминал выше в вторичках, и четвертое это односторонний обскур, и из-за того, что гномы могут делать любой элемент лотерейна в трех дюймах от своей диплойки хэви, многие элементы дирейна просто не рассчитаны на то, чтобы существовать в хэви режиме укрепленными гномами, и таким образом вы можете заобскурить свою диплойку полностью, у вас не хотел, как бы не маневрировал, не сможет по вам пострелять, а вы с помощью локатора или с помощью роторки можете спокойно отстреливаться во вражескую сторону в абсолютно одностороннем порядке, то есть это возведенное в совершенство искусства одностороннего обскура, укрываясь за хэви кучами мусора на октариусе. Куча мусора на октариусе большая, это отдельный пример, потому что с какой бы стороны вокруг него не стал гном, он будет в обскуре даже с вантажа, потому что они достаточно высоко поднимаются, чтобы перекрывать каверлайны с вантажа, которые вьют по гномусам там. Какая-нибудь роторка может встать за этой кучей и стоять там до конца игры еще и на домашней точке, что вообще идеальный вариант. Потом, пятое, системный джем, это как раз таки обилка систем джем у кинлинка гномов, это обилка, которую новички на этой команде очень часто пропускают, ну такие, лочит активацию, это лочит активацию, ерунда, на самом деле это невероятно крутая обилка, которая позволяет вам по факту убить, но немножко отложено вражескую модель. То есть к ней подходит кинлинк, через лоски, да, систем джем, и эта модель обязана активироваться последней, в том ходу, где ее можно активировать. И этот токен снимается только после активации этого оперативника. Это значит, что на первом ходу что-то произошло, выбежал какой-то суперагрессивный чел, который сейчас на втором ходу выигрывает инициативу и уничтожит полкоманды. Кинлинк ему нагло подмигивает, говорит о моему шиндеру, и тот чел на втором ходу будет обязан активироваться последний, и у гномов есть все время в этом мире для того, чтобы спокойно его расшленить на кусочки. Обычно на третьем ходу часто самым выгодным действием является активировать в первую очередь кинлинка, для того, чтобы дать кому-то плюс АПЛ и из-за одного АПЛ отключить вражескую модель. То есть на втором ходу прорвался там какой-нибудь воид-мастер в дебой и не дай бог он активируется первый и снесет вам нахрен кдома. Кинлинк и дает вам еще одну угрозу и отключает вражескую модель, позволяя вам в своем ритме, в защитном и реакционном дальше играть эту игру. Также стоит обратить внимание, что нужен для работы кинлинка именно лосс. line of sight и вы можете бросать систем джем на модельки в рукопашном бою. Если у вас там какой-нибудь хитрый козел проник вам в деплой и почаржил уже активированного гнома в надежде спрятаться за ним для того, чтобы начать сносить гномов на следующем ходу, кинлинк опять же просто его отключает и этот гном на следующем ходу может спокойно пофбатчиться и остальные гномы расстреляют эту угрозу чем бы она ни была. И шестой этап это дозерный почему именно на и т.д. На и т.д. после недавнего бафа дозер может со свою обилку кнакс смеш кого-то толкнуть, дать ему минус ипл и после того, как он его толкнет, почаржить за ним след. Какой идеальный вариант развития событий с дозером? Дозер залетает в комнату на точку, толкает оппонента к двери вплотную вражеской таким образом, что его, допустим, 28-я или 32-я база полностью перекрывает проход, потому что он стоит ровно посредине этой двери. Враг не может пройти сквозь собственные базы и этот проход за него закрыт. Потом 28-й до любой базы хватает, чтобы дозер стал в одном дюйме на самом краю engagement рейнджа и таким образом обезопасив себя от любых хачвейфайтов. То есть, получаете закрытую дверь, через которую оппонент не может пройти, дозер, который в любой момент может активироваться и снести этого оперативника, которого нельзя посредить, которого нельзя похачвейфайтить, это все, полностью закрытая комната гнома-талантомики. Поэтому он на ИТД, на мой взгляд, намного ценнее, чем роторка. Потому что роторка может кого-нибудь убьет, а дозер может выиграть весь фланг. Вот это почти вся коллекция грязи, которую я собрал за время игры за харкинов. Есть еще различные маленькие аспекты, вроде того, чтобы уложить атак токен никуда, не туда, где вы собираетесь атак давать, чтобы напрячь немножко врага заставить активироваться там, потом походить за когнитара, переложить его. И различные маленькие аспекты, но их такое количество, что я уже даже не знаю, смогу ли уместить их в это видео. Если еще есть какие-то вопросы, то задавай. Пух. Слушай, ну... Мне нужно передохнуть. Да, с дозером, конечно, суперкрутая тема, а там же получается, что ты сам просто выбираешь тот угол, чтобы толкнуть... Ну, то есть ты полностью контролируешь, да, куда ты толкаешь челла? Да, ты абсолютно контролируешь направление, куда челла толкается, и это не обязана быть прямая линия. А фактически вы просто двигаете, ходите оперативником на 3 дюйма, можно даже за угол толкнуть. И то есть, если там мешает баррикада продвинуться, не беда. Кайф. И там, получается, если это круто, то ты даже можешь восковать баррикаду толкнуть, потому что у них работает баунд. А, нет, к сожалению, там... Это... Это просто мув, я, кстати, не знаю, на чем. Не-не, у круто, посмотри, у круто всегда работает он, и поэтому ты можешь это сделать, по-моему. Или нет, подожди. А, нет, это же не дэш, да? Это просто, типа, передвижение на 3 дюйма. Да, это не норма мув, это не дэш, это просто передвижение. Просто с дэшом сравним. Тогда не работает. Но все равно супер круто, да, и если оппонент конкретно не расставляется так, чтобы этого не сделать, ну, то есть, знаешь, там, типа, не выходит нам в душе в комнату, на самый край точки вглубь, чтобы ты просто физически на 3 дюйма ты его не докинул туда. Но тогда он подставляется по что-нибудь другое, потому что сильно вперед выходит. А, все верно. Так что да, я думаю, что на многих картах, где эта ситуация возможна, вам стоит пробовать дозер, потому что это, по крайней мере, супер весело. У человека там 7 моделей стоит, у гвардейцев толпятся за дверью, вы им просто закрываете и говорите, сори, вы сюда больше не заходите в этой игре. Вообще супер кайф. Слушай, ну, уловочки такие, уловчатые, уловчатые, вот, и у нас остался, по сути, только слайд с матчапами, но тут я тогда начну, чтобы ты немного передохнул, а ты потом дополнишь. Потому что я, как бы, знаю мысленный процесс Сергея по этому вопросу и, наверное, смогу достаточно подробно рассказать, почему же слайд с матчапами выйдет так странно. Потому что тут очень мало команд и какие-то процентики. В общем, гномы, это команда, у которой есть один вид супер выигрышных матчапов, это элита. И то, за исключением фобосов на луте, где, скорее, это 50 на 50 матчап. Все же другие матчапы, кроме тех, что плохие, они слегка плохие. То есть, это, грубо говоря, условно 90% киллтимов против гномов играют с перевесом в 5%, плюс-минус. Это супер сильно зависит от стола, от миссии, от карты, от скилла оппонента, но в среднем это вот 45-55 в пользу не гномов во всех матчапах, кроме элиты. Ну и есть прям супер плохие матчапы, про которые уже рассказал Сережа. это Heratex Circle, потому что они не умирают от, как бы, даже от критов. То есть, им сложно, их сложно выносить, а потом они еще и встают. Сейчас еще и уверенно встают. Мина, наконец-таки, не совсем уж обрубает короткие ножки гномов, но все равно все еще довольно неприятно. Вот. Мандрейки, Мандрейки, это в принципе, наверное, одна из самых сильных команд сейчас в игре, и поэтому, точнее, не поэтому, а тот факт, что у них все модели идеально режут 8-ми вундовых гномов, это просто страх и ужас. Да, там 4-ая инвуль, и это означает, что АП-пушки хуже гораздо работают против них. Там есть автосейв, и это очень сложно. Там есть всякие вот эти вот дэши после твоей активации, запреты активации. Короче, реально гномов в Мандрейков играть невероятно тяжело. Я думаю, что буквально почти невозможно. Ну, то есть, хороший Мандрейк не оставит вам шансов, только если это сильно не будет как-то по кубам в пользу него. Ну, и Инквизиториал Эдженс, наверное, по большей части из-за количества моделей, из-за того, что у них нет при гейму ВА, и, соответственно, вы им ничего не отменяете локатором, по сути. Черепок отлично сейвит группы оперативников важных, то есть там в 3 атаки вы уже вообще почти никого не убиваете. Ну, и, конечно же, отмена proximity firepower это просто смерть. Ну, не смерть, а такая маленькая смерть личности происходит в этот момент, когда вы понимаете, что на второй ход ваши гномы все стреляют на 4+, и это становится супер грустно. Наверное, там еще что-то можно отменить, а ну, там можно отменить модель, да, ее активацию, это тоже супер страшно, когда у вас засетаплен какой-нибудь гренадер, которого вы хотите активировать, а его просто откладывают. Так что да, с Инквизиторами я вижу, как может быть очень-очень тяжело. В остальном же это во всех остальных матчапах это вопрос про то, как вы хорошо знаете свою команду, команду оппонента, как хорошо вы прочитали слайд с уловками в нашем видео. Я думаю, что в целом все остальное выигрываемо, но, конечно же, на гномах вы должны понимать, что вам нужно будет давать немножко больше, немножко больше стараться, чем на какой-нибудь команде из топа Атира или тем более Стира. То есть у вас всегда как будто будет ситуация нестабильная. Это вот, я думаю, то чувство, которое Сережа испытывает в играх, то, что вы даже если выигрываете, вам все равно не суперкомфортно, в отличие от процесса победы на очень хороших командах. Да, все верно. Вот я помню свои игры на командосах, я понимаю, что у меня есть преимущество, у меня есть темп, и что бы фраг не делал, я уже его спокойно переезжаю тем, что у меня мобильный, у меня есть там грот, который летает, объективы скорит, и вообще ни о чем не волнуюсь на гномах, поскольку вот этот стиль игры, я взял 3-3 и на нем сижу, очень тяжело какое-то сильное преимущество превратить в гарантированную победу, потому что до вражеских точек домашних дойти очень тяжело, и враг, ну, то, что ты играешь 3-3, враг, когда отстает от тебя, тоже не против играть 3-3, и игра все еще достаточно равная. И на каком-нибудь фланге, там, какой-нибудь спайк на кубах, который убивает одного гнома, который там скорил какой-нибудь важный объектив, и внезапно можно в любой момент проиграть, это действительно очень стрессово. А про хиротек серку еще дополнить, даже не от того, что у гномов в стиле игры 3-3 и мы потихоньку размениваемся на выгодных под нас условиях под токенами и прочей ерундой. Ну, они мало от этого не умирают. Так у них еще у всех 4-5 АП-1 пушки. 3 на 3 плюс с рерровом одного куба. Для гномов это просто смерть, это невозможный для переживания профиль. То есть, они убивают тебя лучше, чем ты убиваешь их, и в принципе, и их не особо-то и меньше, и у них есть креветки, чтобы спокойно скорить миссии, и хрономастер, который летает по всей карте, и компенсирует их ужасную мобильность. У гномов так... Джампакер, конечно, есть, но Джампакер и хрономастеров сравнивать достаточно глупо. А про Мандрейков, там даже не то, что они имеют против гномов по факту АП-2 боутеры, и стреляют они лучше, чем гномы, потому что все стреляют на 3 плюс через всю карту. И даже не то, что у них у всех четвертый инвульс автосейвом поголовно. Больше бесит дыши после активации. Вот эта проблема, которую я описывал, о том, что радиус угроз у гномов и у других команд сильно в пользу других команд. У Мандрейков это доведено до абсурда. Ты расставился там в своем защитном бункере, примерно прикинул, куда там встанет этот чертов Мандрейк. Начинается второй ход, ты активируешь первого оперативника, чтобы быть в относительной безопасности. Мандрейк после этого чаржит на 4 и чаржит тебя. У него 13 радиус угрозы. 13-ый, это почти вся карта. Если ты даже заставил супербезопасный бункер, в котором сидишь, Мандрейк говорит, да мне пофиг, для меня тебя не существует, я все равно чаржит твой диплой и у тебя умирает самый важный оперативник или кинлинк. Удачи тебе играть, сынок. И ты ничего не можешь им сделать. Все абсолютно угрозы односторонние. Может быть, на втором ходу у тебя активируется какой-нибудь чертов гренадир и пойдет вперед и убьет одного Дрейка и то есть он пробьет его четвертый инвуль. Но дальше начинается совершенно односторонняя резня. Ну и инквизиторы по большей части плохой матчап, потому что они отменяют вам очень важные плойки. А гномы это крайне плойка зависимая команда. У вас Proximoid Firepower работает каждый ход к первому. НСС-Савочинг работает практически каждый ход. И если вам отменят вот допустим плей, что гренадер убегает вперед, кидает гранату и кидает утилизи гранату. Если вам это отменят, внезапно вы остались с голой жопой среди поля и всего лишь так кинули гранатку. Или вы не можете сделать два убийства за одну активацию каким-нибудь таном. под плюсы появления или под энцестрами. Это очень сильно связывает вам руки в игре. Их опять же больше. И они могут немножко компенсировать вашу утилизи гранату, раздавая черепок на фреймишен экшены своим оперативникам, которые идут скорить точки. То есть мало того, что они отменяют твой стиль игры, так они еще и отменяют плейки, так они еще отменяют отчасти утилизи гранату. Потому что им не так легко затянать центральные объективы, как другим командам. Вот. В принципе, с матчапами, да. Ну и, конечно, там все фавориты меты. Это пасфайндеры, у которых есть 3 плюс летал граната против гномов, игнор-обскура, лучшая стрельба, 4-5 профиль на всех абсолютно участников команды. Мы про это не говорим. Фасфайндеры не имба. Да, да, совсем не имба. Ну и команда с Эфио Город, ну, само собой, все типичные подозреваемые. Ауч. Вот, блин, ну, очень-очень насыщенный выпуск прошел, и нам нужно последнее о чем сказать, перед тем, как мы попрощаемся и сделаем выводы, это хочется поблагодарить подписчиков нашего канала. Все крутые люди, которые нас саппортят, видны сейчас на экране. вы крутые, вы заставляете нас, Леша, делать контент и мотивируете нас развивать громоземие. Вот. А по поводу гномов, блин, Сереж, ну, реально, команда очень-очень аутентичная, очень крутая, и я очень рад, что ты, на самом деле, вот эти 5 месяцев назад принял волевое решение на них играть, потому что такой перспективы очень опытного, сильного игрока, который бы, прямо, знаешь, вскрыл и провел внутреннее обследование не очень сильной команды, это что-то у уникальное для нас, то есть какого-то жесткого суперспортивного игрока, который бы пошел играть на арбитрах, у нас нет, и возможности никогда не будет, к сожалению. Вот. Но если будет, это будет очень интересно, потому что, на самом деле, вот, я вот о половине уловках до того, как ты мне очень больно про них показал в наших играх и не знал, и потенциально, знаешь, очень много подобных ко мне лежат и в других командах, которые мы считаем слабыми, а которые, на самом деле, просто пока еще не распробованы. Вот. Тут с гномом повезло, потому что мне Бэк и Миньки нравятся. А, ну, прям с детства, да, родился сразу Бэк и Миньки. Но еще повезло, что три дата слайда подряд их бафают. Да, у Комантос мне тоже Бэк и Миньки нравятся, но потихоньку, это, пивки в спину и какие-то очень зубные переговоры у меня за спиной надоели, я решил играть на гномах, чтобы меня начали любить. Слушай, ну вот сейчас вышли Мандрейки и как-то резко гномы разонравились, и Миньки Бэк, ну, скучный, скучный стал. Да, 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 не то, что вот, вот зеленая, зеленая плесень, это прям с детства мне нравилось. Да, всегда любил, особенно то, что, ну, Мандрейков как раз 8 хп под чопу, ой, молотон, простите, да, все-таки, давай, давай не жить в прошлое, давай потихонечку идти в будущее. Ой, вот, ладно, всем спасибо, что были с нами в этом ревью, спасибо Сергею за то, что был нашим гостем сегодня и подробнейше рассказал про гномов, играйте, тестируйте, не бойтесь стерилистов, не переживайте, если ваша команда где-нибудь там в БФЦ тире, практика показывает, что все равно большая часть победы это скилл, и если вы дадите достаточное количество времени, усилий и внимания любой команде, даже слабенькое, то вы сможете выигрывать, побеждать и получать удовольствие. Вот. Всем спасибо. Да, всем пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok